Одна из самых популярных площадок на празднике Дня Флага, это, конечно, полевая кухня. Ведь, как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Попробуем тоже получить порцию каши. Здравствуйте! Здравствуйте! Каши хорошо идёт? Идёт отлично! А нам дадите? Конечно! Спасибо! Ну что, пойдём тоже с оператором перекусим. Полевая каша понравилась всем, особенно детям. В жизни, говорят, вкуснее ничего не ели. Кажется, как и спички она как будто. Или это у меня самообнушение такое. После вкусного обеда самарцы разбрелись по площадкам. Было где развернуться. День, посвящённый государственному флагу России, это огромный военно-патриотический праздник. Здесь можно испытать свои силы в сборе-разборе оружия, изучить и сфотографироваться с уникальной военной техникой, аналога которой нет во всём мире, и пусть в холостую, но пострелять из пулемёта. На празднике мне всё понравилось. Техника просто класс вообще. Нет, ну я вот просто первый раз сюда пришёл, посмотрите вот так вот, эта техника вообще крутая. В одном из шатров предлагали даже записаться на военную службу по контракту. Женщинам не старше 40 лет и тех, кто имеет профильное образование, медицинское или техническое в области связи. Таких оказалось немного, парней же записали больше сотни. Более чем хорошие результаты показывают именно на массовых таких мероприятиях, когда у людей патриотическое настроение, и они, соответственно, здесь узнают подробнее, как можно будет устроиться военная служба по контракту. Почему хочу служить? Потому что пришёл с армии недавно, и считаю то, что на гражданке себя не найдут. И поэтому армия – это самый лучший вариант для меня. День государственного флага в Самаре отмечали десятки тысяч горожан. Вторая очередь набережной превратилась в один большой патриотический поток. Раньше такого у нас праздника не было. Мы очень рады, что в наш праздник такая погода просто прекрасная. Так что мы очень рады, что здесь оказались. Я считаю, что мы все должны гордиться, что мы живём в России, что у нас вот именно есть такой праздник. Кульминацией праздника стало выступление команды лётчиков-виртуозов, русских «Витязей». Необыкновенное авиашоу завораживало публику. Люди занимали каждый клочок пространства полевого спуска. Сидели на лестницах и газонах, чтобы рассмотреть фигуры высшего пилотажа. Также самарцы увидели шоу вертолётов Ми-8. В завершении празднования дня флага над Волгой пролетел боевой самолёт времён Великой Отечественной войны. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.